Всем привет, дорогие друзья, с вами Блуд Линус, и сегодня мы дальше проходим... проходим... Эээ... Таут... Всем привет, дорогие друзья, с вами Блуд Линус, и чё, чё, ёб ты, чё смотришь в экран, давай, чё, прохождение Таут хочешь? Ну ладно, будет вам Таут. Что, проходим дальше, да, эту игру, и мы остановились на том моменте, как что-то шликнуло там, и я дико испугался, и давайте дальше посмотрим же, что там за звуки произошли, такие... Очень странно, кстати, кровавый нож, то есть нож в крови, это кровь, да, это кровь, окрабленный нож, а-а-а-у... Готовить? Но что? Свою аппетитную жопу. Мне не надо мыть руки. Ну конечно, тебе не надо мыть руки, ты ж... Никто не моет руки, зачем? Посрал-поссал, можно вытереть яичницу и дать другому сказать, кушай, дорогой мой хороший писюн. Ладно, давайте проверим подвал, потому что тут ничего нету, в подвале что-то будет сто процентов. Свет погас, кстати. Так, тихо, аккуратненько. Чёрт, где же выключатели? Ага, вот он, сейчас что-то будет, смотрите. Что это, собака? Мишка в крови? А почему он в крови-то? У него уже не было крови, не было крови. Ох, что здесь произошло? Он весь в крови? Он, наверное, наполовину создан был из меха, наполовину из крови. Отвратительно. Коробки, напитые всяким халямом. Ну, если что, друзья, я даже не знаю, что тут надо делать. Кстати, я думал, что внизу справа это подвал, но это, оказывается, всего лишь кресло. Мне такое предположение, может быть, этот медведь, что мама пьяная, ходит и всех рубает ножом. Что этот медведь? Это медведь твой отец? Ничего не понял. Что, с медведем что-то надо делать? Почему ты спросил, сказал этот медведь, и всё. Может быть, этот медведь был подарен нам или что? Ну-ка. Так, ну тут мы уже читали это всё. Фу, блядь. Телевизор. Вот это я испугался. Он что, лечился сам собой? Фу, пиздец. Вот это да. В хор уже только играть ночью. Опять. Долбани его, посраки. Это что такое? Это же какая-то херня в телевизоре. Да? Да. Да, долбани кулаком в теле, блядь. Возьми нож зарешивай. Он больше не выключается. С розетки можно попробовать. Погоди-ка. А что я вижу? Шипение, ты видишь? Ну что-то мы сейчас сквозь шипение заметим, да? Так, я подальше, если что. Ну, если бы тарать не... Это наш телефон. Какой-то... Не знаю, за нами что, кто-то следил? Что-ли? Лестница наша, по которой мы поднимались вверх. Это, наверное, как надо пройти. Каким способом? Я сейчас в картине, да? Или там что-то будет? Так, вот мы поднимаемся по лестнице. Картина идиллия. И что же дальше? Проходим к ванной. Или комнате к нашей. Скорее комнате. И скорее всего, что мы там лежали, а кто-то сидел на стуле. Этот кто-то, наверное, это черная тень, которую мы видели. Нет, смотрите. Приближается. К двери. А, вот. Вот наша комната. Как будто бы мы вошли в нее. Что же там? Что же там такое? А там, друзья... Что там? Кровь? Я весь в крови был там. Все. Я там был весь в крови, и рядом была кровь. Что? Что это было? Это была... Ты в крови, но... Я... Мне нужно поскорее убираться из этого дома. Ну, двери все закрыты. И если бы я попал бы в такое же положение, как эта девушка, я бы, наверное, с ноги выломал бы дверь. И все. Так, давайте сохранимся на всякий пожарный. Потому что я не знаю, что будет дальше. И на всякий случай... Зачем мама забрала ключи? Наверное, она не хотела, чтобы ты вышла отсюда. Это... Это сверху. Что мне не очень хочется наверх идти. Да что здесь творится? Блин, да что за фигня тут происходит в этом доме, мать его. Я такие же сейчас ощущения получаю, как будто бы я играю в Silent Hill первый раз. Я первый раз... Ну, даже я не так, в принципе, обкакивался. Но тут, блин, как-то реально страшно очень. Друзья, если вы смотрите, обязательно смотрите в наушниках и в темноте. С той стороны, кто такого тут в дверь? Ма... Мама? Ёпт, что там? Да что там такое? Заходи. Что тут у нас? Ключ, двуспальная кровать. То есть не двуспальная, а две кровати. И никого нету сразу, да? Никого? Мне что, это все почудилось? Померещилось. Да. Странный дом. Кажется, этот ключ от дома. Давайте. Ключ от дома взяли. Отлично. В шкафу визит мамина одежда. Странно. Много книг. Среди них есть и мамины любимая. Краткая история времен. И мир в ореховой скорлупке. Хокинга. Почему она не забрала их? Знаете, друзья, что я вам скажу? Эта игра делает пять концовок. Но вот мне интересно, я вообще правильно делаю или нет? Мамина кровать. С ней уже много лет никто не живет. Конечно, потому что бутылки с пивом, наверное, херачили. Херачили. Не открываются. Что за фигня? Почему? Ну почему, господи, почему? Очень много элементов, если так честно сказать. Очень много элементов из Silent Hill. Там очень такие же были моменты. Но вот эта игра больше всего их передает. Ни одна игра так не передавала. Если сейчас в этой игре начнутся, ну, начнется вот такие вот стены там железные или пол железный начнется, да, ну, переображаться, это просто, этого не может быть, то я не удивлюсь даже. У меня голова раскалывается. Когда я пытаюсь понять все это, у девушки, мне кажется, голова будет раскалываться, даже если она просто будет думать. Ну, я так устал. Девушки, не обижайтесь, это шутка просто такая. Обычная шутка. Ну, а что ты будешь делать? Заперта. В маминой комнате. Не знаю почему, друзья, но мне такие игры нравятся, в которых даже тянется вот так все. Я просто хочу выбраться отсюда. Если я останусь здесь, то сойду с ума. Ну, а ты все равно легла спать и спишь. Мама. Где же ты? Ну, уже, друзья, скримеров хоть тут и нету, но один раз я уже испугался. Если ты придешь, ты заберешь меня отсюда. Да, придет и заберет. И опять же, ничего не понятно. Надеюсь. Скоро. Надеюсь, скоро, типа. И все, тишина. Что-то меняется, смотрите, друзья. Конечно, ловец снов был падает, да? Потому что, мать его, там было все понятно, что происходит. Ну, практически, да? Тут, мне кажется, вообще ничего не будет понятно. И кровать становится красной. За окном снегири стучатся ветками в подъезде. Я же говорил, если сейчас переобразовываться, комната начнет, я даже не удивлюсь. Но, правда, переобразовались только кровать. И кровать встала в крови. Как будто бы на ней ели варенье. Мама, ты здесь? Блять. Постоянно пугает эта хрень. Резкие звуки. Наша девушка устремляется куда-то. Но куда она идет? Мама. Я слышу тебя. Так, вот ты где? Где? Что-то пьяная чайка кукарекает ламбаду. О, она уже бухает. Мне кажется, она пивка там немножко хельнула. Для храбрости. Короче, это, видимо, только сон был. Но почему-то... Или это не сон был. Может быть, это... Все происходило по-настоящему. Теперь она возле туалета. Рыгает котлету. Посмотри на себя в зеркало, конечно же, обязательно. У нее нет слов. Я бы, честно говоря, тоже бы охерел, если был бы в таком месте. Мне у друзья сняться сны. Обычно. Вот ненавижу такие сны. Это самые конченные сны. Когда ты спишь и когда ты просыпаешься, встаешь вот так вот ходишь. У меня очень много раз сон был, который я просыпался. И обратил просто по комнате. И какая-то херня происходила за окном или еще что-то. Я думал, что я спал. Но по-настоящему, когда тебе снится сон... В шкафу ничего нет. Когда тебе снится сон, и ты не понимаешь, что это сон теплый, как будто бы кто-то сидел на нем недавно. То это самый страшный ужас, когда ты не знаешь, что ты проснулся. И потом начинается пиздец полный. И вот знаете, такое чувство, когда во сне ты понимаешь, что сейчас что-то произойдет. И у тебя такой в голове дверь застряла, и я не могу ее открыть. А у тебя в голове такой нагнетает, нагнетает. Не знаю, может это у меня одного? Ну вряд ли, конечно. У многих людей такие сны снятся. И в глазах темнота пустеет. Комната. Давайте сохранимся. И ты чувствуешь, как на тебя какие-то духи залетают. Я даже не знаю, как это объяснить. Черная такая хрень. Вот это самое ужасное, что мне когда-то мне снится. Если я сейчас уйду, то мама разлится. Но я больше не могу здесь оставаться. Почему мама разлится, если она уйдет? Почему? Я все объясню ей, когда у меня пройдет голова. Свежий воздух должен помочь. Давай. Ну, открывай. Что? Это что, шутка? Ключ не подходит. Может быть, он от той двери? Но это точно ключ от входной двери. Бывало и такое, что сон. Да, у нее уже истерика. Бывал такой сон тоже, что и дверь, да, не подходит. Тоже ключ. Отсюда должен быть хоть какой-то выход. Давай проверим тот дверь. И еще, знаете, еще какой сон самый ужасный? Ну, давайте записку проверим, нет? Еще самый ужасный сон, это когда... Я люблю фильмы, но это было бы просто отвратительно. Да, смотреть такое время фильма. Когда ты лежишь на кровати и... Пусто. И ты не можешь пошевелиться и ничего сделать, а над тобой... Ты чувствуешь, как над тобой рядом кто-то проходит, и ты не можешь ничего сделать. Ты лежишь, ты пытаешься вырваться, ты пытаешься дернуться, что-то сделать через окно. Не открывается. Но у тебя ничего не получается, ты просто лежишь и все. И сюда тоже не подходит. Как-то странно. Тогда давайте попробуем выйти через подвал. Друзья, пишите в комментариях, если у кого-то какие сны самые страшные были. Мне интересно будет почитать. Ничего особенного. Но вот опять же непонятно, что тут и как тут. Может быть многим... Может быть многим покажется эта игра скучной, но... Мне она очень нравится. Вот не знаю, мне... Я обожаю такие игры, в которых нихера не понятно. Ну только не упороты такие, типа магика кастл. Не, она классная тоже, да, но... Там ничего не понятно, и из-за этого странно как бы. То есть... В ней можно поржать, да, но когда ты не понимаешь, пытаешься выяснить. Думаешь. И ничего не получается. А потом ты открываешь, и у тебя все получается. Может еще раз принять ванну? Вода... Мюрки. Я не знаю, как переводится Мюрки. В туалетном шкафчике ничего нет. Мюрки. Может быть она... Как сказать... Отражение в зеркале. Может быть она... Мутная. Мюрки. Блин, мне страшно как-то в эту игру играть. У меня такое чувство, как будто бы через окно. И тут закрыто, наверное, не открывается. Тут везде закрыто. Моя кровать. И в шкафу ничего нет. Кровать, знаете, такие здоровые в пиксельных играх прописывает. Не знаю, для чего это. Но... Они мне кажутся страшными. Так, ну это закрыто. Я не знаю, друзья, как еще можно выбраться. Может быть снять... Картину. Фу, блядь. Кто ты? Убирайся прочь. Я не могу двинуться. Давай, давай, беги. Блядь, там, там тоже. Бери, куда-то беги. Ну, 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 не вижу ничего. Покажите мне хоть что-то. Прекрати. Что происходит? Блин, я не могу выйти. Я что, просто... Умер и все? Фу, блин, вот это действительно напрягающе. Лучас. В хорроле. Только не говорите, что это конец. Это не может быть концом. Может быть, это одна из концовок. Самая плохая, которую я мог получить. Нет, смотрите, друзья. Мы опять проснулись тут, в комнате. Блин, не знаю, но... Прикольно. Мне вот очень нравится. У меня аж... Куражки по коже пошли. Вот я сейчас очень сильно настроен на игру. И как бы проникаю с нее полностью. Что? Мне кажется, это даже самый такой офигительный атмосферный хоррор из всех пикселей, которые могли бы быть. Опять она плачет. И Мишка тут, получается, что день мы заново должны проигрывать или что? Или это концовка? Нет. Может быть, возьмем опять этого Мишку? Что еще за... У нее в кармане какая-то записка. Не закрывай на ночь ворота, не закрывай на ночь ворота, не закрывай на ночь ворота. Понятно? Какие ворота? Я же... Блин, опять придется читать. У меня же тут ворот нету никаких. Или, может быть, мы выйдем? Нам дадут выйти шанс. О, из шкафа чувствуется легкий сквозняк. Я слышу шум. Отодвинуть шкаф? Давайте попробуем отодвинуть. Блин, это охрененный хоррор. Вот реально. Просто. Надо было бы сохраниться, пойти, может быть. На ночь ворота сейчас ночь или нет? Здесь еще одно окно. И как раньше я его не замечал. Давайте, друзья, я пойду. Сохранюсь, наверное. Не знаю. Давайте, да, сохранюсь. Дверь заклинила. Я не могу открыть ее. Ага. Хочешь длинно сохраниться, получить член на палочке. Ладно. Давайте сюда. Снаружи темно. Как будто бы ночь. Не уверена, что из комнаты есть другой выход. Но у нас нет выбора. Вылезти в окно? У нас нет выбора. Полезем. А возможно, вот тут и разделение идет. Если бы я сюда не полез, может быть, где-то по комнате я себя пошарил бы. Я бы нашел что-то еще. Но я просто вышел на улицу. И на улице идет мелкий снег. И это круто. Ночь. Как такое могло произойти? Ведь за окном, когда мы только что были, был дневной свет. И снег идет. Красиво так сделано. Прям, знаете, какой-то романтический такой... Такая обстановка. Там бокал мартини стоит вон сзади. Что такое? Куда мне теперь идти? Я не знаю, в полицию? Или в парк подышать свежим воздухом? Что со мной вообще произошло? Что это за существо? Или оно мне привиделось? Да уж. А это, видимо, дверь на задний двор. Мама. Ладно, друзья, давайте заперто. Попробуем. Ворота, ворота, ворота. Он сказал, не закрывай на ночь ворота. А может мне не стоило сюда идти? Может надо было осмотреться... Осмотреться там. И куда же мы придем? В парк? Честно говоря, я думал, в этой игре мы будем только в одном месте. Здесь так тихо. Ни одного огонька вокруг. Но я даже не вижу ни луны, ни звезд. Я, честно говоря, скажу, это реально как сон какой-то? Или альтернативная реальность происходящего? Хм. Так, я могу идти, я стою, жду. Телефон. Ну что, друзья, наверное, на этой ноте замечательно мы сохранимся и продолжим в следующем прохождении. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии обязательно по этой игре, если вам она нравится. Также не забывайте подписываться в группу ВКонтакте, там всегда свежие новости вы найдете. Я эту игру буду дальше проходить, мне она очень дико нравится, но 100% найдутся люди, которым она покажется скучной, но мне все равно, я буду проходить. Ну и с вами был Блудлин, всем пока. Удачи и до встречи.